Доброе утро, мои дорогие! Вот я в Питере, вон там даже солнышко выходит. Ой, нормально прям. Выспалась, отдохнула с дороги. И можно снова в бой. Да, сейчас соберусь, Саша на работу, а я поеду на Апраксин двор. Там, конечно, не поснимаешь, там народ серьёзный. Если они в открытую торгуют на сваем, вот этой мерзостью, которую они жуют, что ли, там снимать не дадут, если так только. Чего-нибудь втихушку, а жалко очень. Там такой выбор всего. Каменьев. Ну, может, что-нибудь получится. Я так пожалела, не взяла камеру свою маленькую. Её хотя в руке спрятать можно. Ну, что, настроение хорошее. Всё хорошо. Чего и вам желаю, мои золотые. Ну, ладно, поеду сейчас, покажу чего-нибудь. Минус 11 в Питере. Вот, у Саши тут недалеко от дома. Ладожский вокзал. Мои любимые поезда двухэтажные. В Мурманск стали ходить такие поезда. Солнышко прям. Холодно. Но солнышко светит. Лесенка замечательная. Пока влезли все. Задохнулась. А, это вот этот торговый центр? Саша, работа пошла. Мне на следующий выходить. Очень удивительно. Людей совсем мало. Я как-то не попадала в такие праздники. Нет, была в том году на Новый год. Но мы на машине ездили. Поэтому я прям никак. Метро практически пустое. Ну, представляете? Обычно же люди что в одну сторону, что в другую. Толпа на лестнице. Что ты? Вообще. Вот так вот. Вот как нас перепугали. Сидимся по домам. Ни туристов, ничего. Одна я. Дурында старая. Мотаюсь по городам и весям. А, не знаю. У меня какой-то такой жизненный принцип. Волков боятся в лес не ходить. Бог не выдаст винья, не съест. Ну, и еще двум смертям не бывать. А одной не миновать. Что теперь дома сидеть? О, как я люблю Питер. Как я люблю его архитектуру. Ой, вообще. А вот такую современную не люблю. А вот старую люблю. О, слышите? Колокола бьют. Тут такая церквушка. Ну, она недавно построена. Ага, колокола бьют. Ну, ладно. Я иду. Абраксин двор. Ну что, народу немного, но торгуют. Представляете, что такое Абраксин двор? Вот это вот. Ужас. Ужас. Не могу найти один магазин с камушками. Уже ходить устала. Не могу. Ну, я так уже накупила кое-чего. Будет чем вам похвалиться. Как я люблю вот это здание. Прям не знаю, вот оно мне так нравится. Ну что, мои дорогие, я благополучно потратила все, что у меня было. И ели ноги волокон. Ну, довольная. Ну, хотя, как довольная? Я говорю, вот было бы сто тысяч, я бы их все оставила. Ну, к сожалению, таких денег у меня нет. А еще что-то на выходе уходили с Сашей, схватила маску, а она мне велика, и я ее на ушах перекрутила. Девчонки, уши просто вот отваливаются. А с этими масками, пропадя непропадом, уши отсохнут. Решила зайти в теремок, скушать супчик у грибного. Блинчика очень захотелось. Сейчас заодно поем и отдохну. А потом уже поеду домой. Мне так нравится тут мозаика, выложенная, да? Торговые ряды какие-то, у нас с Паской прям. Ну, все, я поела. Вроде немножко отдохнула. У меня какая-то эпопея с очками. Вот этот раз в приезд в Питер. Вот, одни потеряла. Сегодня пока ходила по этим отделам, а народ уже прибавился. Вот. Не могу найти очки. Все, потеряла опять. Да что ж такое. Пришлось купить очки. Купила, пришла в теремок, расстегнула куртку. А очки у меня висят на кофте. Ну, здесь на шее. Ну и ладно, все равно очки еще нужны. Вот, купила красненькие. Ну ладно, сейчас поеду домой. Надо есть готовить. Делами заниматься. Ну и вам показать, что купила. Ну что, добралась. Сейчас буду показывать вам. Ну уж извините, я не у себя дома, не буду тут лазить искать. Чтобы не гремело, вот, буду на журнальчике показывать. Вот такие вот бусы. Это агат. Вот там такие прожилки, как, не знаю, как, ну это вены дракона, только они тонированные. Они, видимо, были какие-то светлые. А их затонировали вот в такой цвет. Они граненые. Наверное, вам может не видно, но они граненые. А граненые бусины, они, в общем, чаще всего богаче смотрятся, чем обычные. Вот, тоже такие же, только вот такого, ой, вот такого вот цвета. Сейчас звонила Ларисе Артамоновой. Это моя ценительница моих украшений. Она, ой, уже давайте, скорее делайте. Я говорю, подожди, я сейчас еще, еще не снимала, сейчас сниму. Вот такие вот тоже мне очень цвет понравился. Мне очень нравится, что они неоднородные. Ни одного цвета, и неоднородные. Вот я это очень в камнях ценю. Потому что, когда они одинаковые, ну это обычно не камень, а стекло. Нет, это камень. И очень симпатичный. Очень мне понравился. Вот. Вот такой. Вот у меня есть такие бусинки. Что-то несколько штучек, по-моему, маленького размера. Вот такие, какие-то прям лимонные, не лимонные. Что вот за цвет-то? Так. Так. Вот такие. Девчонки, прям вот это, это другой камень. Ну, вы меня простите за мой склероз. Я стала просто забывать названия. Не то, что забывать, я их знаю. Я в процессе разговора не могу назвать. Я же не буду сидеть пять минут и вспоминать, правда? Как они называются? Вот, какие темно-зеленые. Тоже. Это все, все бусины граненые. Так. Вот такие вот вены дракона. Тут и такие красненькие, синенькие. Ну, что ты не фокусируешься, милый? Как будто они, что они, 4 миллиметра, что ли? Ты так их не хочешь фокусировать. Вот такие вот. Вот хочу сказать, что на камеру они выглядят какие-то как грязноватые. Нет. Хорошие. Тоже вены дракона, потому что вон они там внутри. Видно их. Такие вот. В общем, я сегодня благополучно истратила остатки денег. А еще хотела тут побыть в Питере. Недельку. А что мне делать-то? Без денег-то недельку. И вот такие вот. Что-то я пожалела, что взяла одну нитку. Но тут вот камень расколотый. Очень жалко. Вот я очень люблю такие камни. Вот люблю я. Темные, неяркие. Но тут вот интересно. Тут и яркие попадаются. Вот. А еще я купила. Вот посмотрите. Ну. Прям как будто тут и были. Это вот такие вот большие. На ракушке. Ну, они идут как подвески. Да я бы сама такие серьги носила. Летом-то вот так. В общем, вот так вот. Прям главное купила в разных местах. В разное время. Очень подходят хорошо. Так. Вот таких я купила 4 штуки. Они по 2 в упаковке. Так. Теперь. Ну, еще. Как без березы-то? Ну, вот как? Как же без нее? И вот такие еще. Я и сама ее люблю. Да и девочки наши любят. Так. Ну, что. Теперь к металлу перейдем. Купила вот такие элементы для браслетов широких. Что-то мне никогда не попадались такие. Я купила. Посмотрю, что я. Какие-нибудь бусинки вставить. Что-нибудь посмотрим. Ой. Ну, что ты не фокусируешься? Вот. Слушайся, бабушку. Так. Купила еще вот. Ну, помните, наверное, я делала вот такой браслет. У меня еще есть такая подвеска. А подвеска прям больше. Оля, вот такая здоровая. Вот такой темноватый металл. Не знаю, что буду делать. Или браслет. Или как подвеску. Девчонки, вот, кстати, вот напишите, кто любит украшения. Как вам вот такие вот, скажем так, сверхмодные элементы? Потому что что-то никто не написал. Лена Баттл просто увидела браслет. Ой, мой, хочу. И все. А больше никто ничего не написал. Я уже думала, может быть и... Может, не нравится никому такое. Вот. И еще вот призрак оперы. Тоже такая брошка. Это все очень модно. Ну, вот как-то я подкликов не получаю. Понимаете? И меня это как-то настораживает. И купила вот такое перо. Блиннющее. Ну, тут, наверное, надо что-то в этническом стиле делать. Уж потому что оно уж... Ой-ой-ой, как он. Ну, сделаем в этническом. Я вообще очень редко, хотя этнику обожаю, но очень редко делаю. Так, сейчас. Секундочку, мои хорошие. Ну, а это вот я не нашла, чтобы были прям нити. Вот у меня вот таких не хватает. У меня есть украшения. Ну, чтобы его доделать, прям у меня не хватает таких вот кошачьего глаза. Потом вот такая вот тоже есть. А вот такие бусины у меня. Я думаю, что вот эти тоже подойдут. Вот такой вот. Тоже найдем, куда применить. Вот этот мне очень понравились. Вот такие вот тоже вены дракона. Такого цвета хорошего. Ну, даже браслет был только один. Мне бы такую нитку целую пригодилась бы. Вот. И вот тоже искала вот такого цвета. Только браслеты нашла. Ну, и черненькие. Черненькие всегда нужны. Как без них-то. Вот. Ну, еще чего вот купила. Купила вот такой элемент часы. Ну, это уже для декора пойдет. Так, купила вот такие вот бусины кракле. Такие, как с трещинками. Это стекло. Такие нежненькие. Вот я две таких купила и маленьких. Нефритовая кракле. Я хочу вам сказать по цене, что нитка, вот нитка бус таких, да. Что вот две вот таких упаковочки стоят одинаково. Сейчас стекло, если оно хорошее, оно даже временами дороже камней бывает. Так, ну, и купила вот такое стекло тоже кракле красное. На самом деле оно ярче гораздо. Красней и ярче, чем камера передает. Вот, потому что у меня есть такие бусины более крупные. Я их никак никуда не пристрою. Думаю, возьму поменьше. Может быть, что-то сложится. Так, ну, и вот тут всякую фурнитуру. Вот ручки для... Ну, что я декорирую коробку, из которой шкатулки делаю. Вот купила таких ручек, вот таких, но я не буду их разворачивать. Я сама не пойму, какие они. А, ну, какие. Такая штучка кругленькая и колечко за колечко дёргаешь. Так, ну, и что, мои лапуськи? Вроде как всё. Мы вчера вечером приехали. Как уехали после Нового года. Вот матрас надувной тут так стоит, как гости были. Ой, ещё даже ничего не разбирались. Ну, ничего, надо сейчас отдохнуть, то очень ноги устали. Поэтому Апраксину двору ходить. Ой, ходишь, ходишь. Пока ходишь, то вроде всё нормально, в азарте, знаете. А потом как назад идти, и всё, и понимаешь, что... Вот. Спасибо вам огромное, что посмотрели. Пишите комментарии. Кстати, Ларису, надо её попросить сделать фотографию. Она сегодня со мной разговаривала на работе. В бусах, ну, в украшении вот в этом. Я показывала вам. Ну, она говорит, люди поражаются. Не видели никогда такого. Ну, что вот каучук чёрный и две длинные бусины. Два ряда бусин висят по 35 сантиметров. И вот на самом деле на ней смотрится божественно. Вот честно вам говорю. Правда, девочки, я сама не ожидала. Ой, купила какие-то очки большие. Мне кажется, я какая-то, как это... Сова. Так что спасибо вам огромное. Сейчас я немножко отдохну. У меня дело ещё. Поесть, приготовить. Саша вечером приедет с работы. Вот. Вот. Так что... Ну, теперь я уже жду, когда я приеду в Черноморск. И буду делать. Потому что уже 10 дней, как я уехала из дома, у меня уже руки чешутся. Спасибо, мои дорогие. Пусть у вас всё будет хорошо. Ладно? Я вам этого желаю. Спасибо. Обнимаю вас, мои солнышки. Пока-пока. Пока.